Всем привет! Вы на канале 18 соток и сегодня вместе с вами приготовим йеменский зеленый острый соус с хук. Для приготовления этого соуса нам понадобится любой сорт зеленого острого перца. У меня это хабанера в технической спелости, но при этом он имеет те же вкусовые качества, ту же остроту, тот же аромат, что и зрелый хабанера. Поэтому и вы можете взять любой сорт, который имеет ту же остроту, как и зрелый перец, тот же аромат, в общем любой сорт перца. Также понадобится 1 сладкий зеленый перец, у меня большого нет, поэтому два маленьких. 10 зубков чеснока понадобится, 1 пучок кинзы, 1 пучок петрушки, 1 столовая ложка семян тмина, пол столовой ложки семян фенхеля, также понадобится пол столовой ложки молотого кардамона и 2 чайные ложки оливкового масла, и также понадобится соль, здесь у меня 1,5 чайные ложки. Для того, чтобы соус был более острым, можно перцем оставить семена. Чтобы вкус у соуса был более мягким, семена можно извлечь. Сегодня семена я удалять не буду из перца. Первый этап в приготовлении этого соуса, это нужно семена тмина и фенхеля обжарить несколько минут на сковороде до появления аромата, и чтобы семена стали хрустящими. Обжарим несколько минут на сковороде. Берем пол столовой ложки семян фенхеля, и берем 1 столовую ложку тмина. Обжаривать фенхелитмин надо на сухой разогретой сковородке. Обжаривать будем несколько минут до появления приятного аромата, и они немножко подрумянятся. Вот прошло пару минут, семена подрумянились. На кухне стоит такой приятный аромат пряностей. Очень вкусно пахнет. Теперь даем этим семенам, выключаем огонь, даем семенам остыть. Теперь в блендер загружаем перец. Добавляем оливковое масло и продолжаем взбивать. Добавляем чеснок и зелень. У меня чаша блендера не очень большая, буду добавлять все постепенно. Мы перемололи острый перец. Теперь мы добавили все остальные ингредиенты. Сладкий перец, соль, кардамон, фенхель и тмин. Кардамон мы применяем молотый, фенхель и тмин в семенах. Мы их обжарили. Теперь продолжаем взбивать дальше. Мы перемололи все наши ингредиенты. Вот такой соус у нас получился. Зелененький, красивый, острый. Вот такой красивый и вкусный и острый соус у нас получился. Если для вас этот соус сильно густой, вы можете добавить больше оливкового масла по своему усмотрению. Хранится этот соус в холодильнике несколько месяцев. Так что готовьте его и получайте массу удовольствия. Заходите на наш канал. В следующих выпусках будем готовить много других интересных соусов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok